Любимые мои, сейчас смотрите, что у нас творится. У нас такая ситуация, что у нас есть два выбора. Либо мы доверяем народу Азербайджана, доверяем президенту Азербайджана и официальным лицам, доверяем президенту Турции и официальным лицам и открываем границы и начинаем нормально жить. Либо мы сидим в закрытых границах и готовимся к чему-то такому, что можно в кавычках называть реванш. Потому что если реванша нет, то закрытые границы держать нет смысла. Поэтому давайте я вам обрисую ситуацию, что произойдет и в том и в другом случае. Начнем с того, что если мы, допустим, держим границу закрытой и начинаем готовиться к какому-то реваншу, я не представляю себе какому, но допустим к реваншу, допустим к освобождению Нагорного Карабаха. Давайте вот так я свою мысль скажу. Итак, что происходит у нас? Смотрите. Армения сегодня, наивсегда находится в самом сердце турецкого мира, тюркского мира. Армения со всех четырех сторон окружена турками. Это десятимиллионный Азербайджан, это несколько десятков миллионов азербайджанцев в Иране, это несколько сотен тысяч азербайджанцев в Грузии и приблизительно 18 миллионов турков в самой Турции. Если мы держим все наши границы закрытыми и начинаем готовиться к реваншу и мы копим тень, мы всю свою жизнь, всю нашу работу, мы только должны уделить оружию, допустим мы это делаем, мы все свои труды, все наше будущее вкладываем в оружие, вооружаемся, вооружаемся и проходит какие-то 30 лет и мы тоже все встаем в своих мест и как вот Азербайджан сделал недавно и говорим, руководству говорим, а ну-ка давайте двигайтесь, мы это все копили, 30 лет столько миллиардов потратили, давайте, давайте нам обещанный реванш и идем на реванш. Как только, ребята, как только первый солдат перейдет границу, признанную границу, международно признанную границу Азербайджана, как только первое наступление начнется на Азербайджан, это будет расценено как агрессия, как грубая агрессия и Азербайджан ответит так, что уничтожит Армению, это приведет к уничтожению Армении, то есть любой реванш, любой реванш, это прямое уничтожение Армении в потенциале. Если вы думаете, что Азербайджану это не удастся, вы ошибаетесь, у Азербайджана есть Турция, мощнейший союзник, мощнейший союзник, который всегда его поддерживал и будет поддерживать до конца. У Армении союзников нету. Вот союзники всегда есть на словах, но когда пришло время поддержать Армению, мы все увидели, что Армения осталась одна. Все, кто громче всех кричали, что они за Армению, замолкли и начали дожидаться, что же будет потом. Армению никто не поддержал. В этой войне Армения осталась одна. В следующей войне, в которой Армения будет агрессором, потому что она нападет на Азербайджан, Армения снова будет одна. Никто такую акцию не поддержит. Никто. Ни одна страна военную интервенцию не поддержит. Армения в этом будет одна. Одна против Азербайджана, будет одна против Турции. И Армению уничтожат. В военном, физическом смысле уничтожат. Если Армения начнет вести себя агрессивно по отношению к соседу. Давайте рассмотрим еще другой вариант, что, допустим, каким-то боком армяне не только реванш хотят, а какие-то земли Турции хотят. Ребята, Турция вторая страна НАТО с одной из самых мощнейших армий в мире на сегодня. Современная, мощнейшая, богатейшая, профессиональнейшая армия, страна-члена НАТО. Думать, что Армения может что-то получить от Турции, военным путем, думать даже в этом направлении, даже мыслить в этом направлении опасно для существования самой Армении. Это приведет к коллапсу, к краху. Думать о том, что Армения что-то может получить у Турции, это самоубийство, ребята, армяне, родные мои, это самоубийство. Но даже если представить себе, что Армения действительно станет настолько сильной, что может оторвать куски у Турции, допустим, ну допустим, чисто теоретически Армения изобретет кипер-пипер-супер-мупер-оружие, да, и оторвет вот эти вот ван, муж, вот эти куски из Турции, там проживает несколько десятков миллионов турков и куртов. То есть вы понимаете, да, если это станет снова Армения, армяне в этой Армении останутся в меньшинстве. На следующих же выборах Армения превратится в турецкое или курдское государство. Если мы каким-то боком отвоюем, муж или, не знаю, Арарат или не знаю что, это самоубийство, ребята, чистое самоубийство. Думать о том, что Армения когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, получит от Турции в виде земли или от Азербайджана тоже в виде земли. Но Армения может получить совсем другое от Турции и от Азербайджана. Совсем не землю, совсем не вражду и не войну, она может получить мир, она может получить бизнес, она может получить открытые границы, она может получить возможность дышать и развиваться. Я понимаю, это все противоречит всему, что наш учили, всему, что мы знаем, ребята. Я сам из Еревана. Балкон моего дома выходит прямо на Арарат. Прекрасный вид, совершенно отличный вид на Арарат. И в Армении все смотровые площадки тоже выходят на Арарат. Вообще прекрасный вид, везде прекрасный вид. То есть армянин с рождения видит Арарат, его учат, что это Арарат. Его и скоро будет его. Чушь. Армянам с детства учат чушь. Ребята, нас учат чушь. Арарат никогда не станет армянским, понимаете? Никогда. И вообще, я даже не могу сказать, когда Арарат принадлежал Армении. И было ли такое. Вот в тысячи лет не было точно. А до тысячи лет, до этого не знаю. В эти тысячелетия, вот уже несколько столетий, тысячелетий, Арарат не армянский. И он никогда, ребята, никогда не будет армянским. Вот именно так мы должны относиться к Арарату. Да, это Турецкая гора, которая прекрасно видна с армянской стороны. Вот это наша достойная замечательность, ребята. Нам нельзя мечтать. Нельзя мечтать о землях Турции. Это нельзя. В 21 веке такие вещи не делают. Ребята, мы окружены тюркскими странами. Реально, вот мы находимся в самом сердце тюркского мира. Армения не должна враждовать с этими странами, потому что весь мир с ними дружит. весь мир. Это миролюбивые страны. Нельзя с ними враждовать, ребята. Мы не должны с ними враждовать. Ни в коем случае это нас погубит, нас уничтожит. Всех нас погубит. Всех наших ребят уничтожит. Всех. Все наше будущее уничтожит. Это не поведение агрессора, ребята. Это поведение цивилизованных людей. Это поведение хороших людей, ребята. Давайте увидим в них хороших людей и перестанем их бояться, ребята. Я понимаю, это полностью дезориентирует армян. Это меняет полностью всю нашу, все, что нам учили, ребята. Знаете, это же, нас же это специально так учили, понимаете. Весь мир вот так живет с Турцией, с Азербайджаном без проблем. Но нас учат тому, что они звери. Но все, все живут отлично. Но нас этому учат, ребята. Не хотят, чтобы мы в этих людях увидели людей, как это видит весь остальной цивилизованный мир. Мы думаем, что мы правы. Но у нас нет никакого основания полагать, что мы правы, а весь все международное сообщество ошибки вместе взятые ошибаются. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.